У Данила семья и ипотека. Чем кормить и как платить водитель микроавтобуса теперь не знает. После решения властей Копейской аннулировать сертификаты на работу всем 12 транспортным компаниям, Данил остался без заработка. Дома сижу без работы, двое детей, жена тоже в декретном отпуске, ипотека у меня. Да, администрация, мне кажется, вообще все равно на все. Но потому что ничего не делают. Как машины вышли, первый день работал в свои четыре машины, за место 53 машин. И администрация ничего не сказала, она даже не приехала сюда. В администрации, видимо, заняты делами поважнее. Чиновники всеми силами пытаются погасить скандал, связанный с новым перевозчиком. Транспортная компания, с которой администрация Копейская подписала контракт, так и не смогла за две недели наладить стабильную работу. Автобусов не хватает, а водителей фирма ищет в Челябинске. Хотя ранее в управлении городского хозяйства говорили, что новые рабочие места будут созданы именно для жителей Копейска. Раньше нам было проще уехать, у нас очень много было маршрутов. Это было удобно для граждан. И я знаю, что те водители, которые работали на маршрутных такси, они остались без работы сейчас. Но как бы я считаю, что это нечестно. Ну и нам тяжелее, нам приходится чаще пользоваться такси. Такси не всем по карману, остальные по полчаса стоят на остановках. Особенно острая ситуация на окраинах. Вас еще спрашивают, что ли? Все поделить не могут, транспорт. А кто делит? Государство кто? Начальство наше, пассажирская администрация. Я считаю, что это с руководством с администрацией. С начала следующего года вся транспортная сфера городского округа окажется в подчинении областного правительства. Администрация Копейска решила поменять перевозчика, несмотря на рекомендации регионального Минтранса. Попытки провести аукционы на обслуживание городских маршрутов начались еще в мае. Вот только УФАС раз за разом признает такие торги незаконными. На момент объявления этого конкурса действовали свидетельства. И у перевозчиков, которые осуществляли данные услуги, они имелись. Антимонопольная служба приняла соответствующее решение. За нарушение требований законодательства, действующего законодательства, организатор торгов будет привлечен к административной ответственности. Пока же безработные водители и жители отдаленных поселков Копейска собирают подписи за увеличение количества автобусов в городе. А члены товарищества-перевозчиков, с которыми администрация расторгла контракт, пишут обращение в прокуратуру. Василий Петров, Тимур Баташев и Денис Оснач, 31 канал.